Вы знаете о России, они знают... Ну, во-первых, Путин для них бренд, это будем говорить откровенно, конечно же. Для них независимость и независимая политика России — это бренд. И для них Россия — это самая большая страна, иногда они ее называют Сибирью. Почему? Потому что на картах написано Сибирь. Если вы видели, там Россия и Сибирь. Вот они говорят, вы откуда, из Сибири или из России? Я говорю, я из России. Откуда они черпают эту информацию? К сожалению, не так много сейчас в образовательных учреждениях информации о Миклуха Маклая, о России, о русских. Раньше эту информацию они могли черпать за счет изданий, которые в Советском Союзе поставлялись, в том числе и в Папу-Ново-Гвинею. Ведь раньше печатали специальные издания на английском языке для того, чтобы за границей могли знать больше о России. Сейчас таких изданий нет. Поэтому сейчас, на данный момент, только Кабинет Русского Мира может спасти, изменить эту ситуацию. Мы любим русскую культуру, в особенности национальные костюмы, русский язык, а также самих русских. Поэтому культура России сильно влияет на нас через фонд имени Миклуха Маклая, и мы очень ценим это. Большое спасибо, Россия! Я также немного выучил русский язык и хочу продолжать еще больше изучать его. И да, я надеюсь получить шанс приехать в Россию и выучить русский язык еще лучше. Спасибо фонду имени Миклуха Маклая и русским за помощь и поддержку, оказанную российскому кабинету здесь, в Папуа-Новой Гвинеи, в национальной библиотеке. Это замечательно, что у нас есть российский кабинет здесь, в Папуа-Новой Гвинеи. Теперь мы, Папуа-Новой Гвинеицы, можем узнать больше о России, научиться говорить по-русски, чтобы общаться с россиянами. Да, я с радостью бы продолжила изучать русский язык. Это красивый язык. Я люблю Россию. Это красивая страна. Я также узнала немного о российской культуре. Например, зимой россияне все равно женятся. А еще я знаю о балалайке, которая представляет собой треугольный музыкальный инструмент для исполнения русской народной музыки. И о кукле-матрешке, название которой означает «маленькая матрена». Эти куклы-матрешки делаются из дерева и ярко раскрашены. Когда их открывают, в них находится множество еще более маленьких куколок, которые спрятаны внутри. Папуа-Новой Гвинеи тоже нужно узнать о том, что происходит на другой стороне света. Узнавая разные языки и культуры, изучая их, мы можем лучше понять друг друга. Я люблю Россию. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...